Добрый день, уважаемые участники вебинара. Мы приветствуем вас на вебинаре, посвященном онлайн-инструментам и ресурсам для авторов от издательства Wally. Сегодня с вами команда 100K20 Екатерина и Валерия и также команда Wally Али. Напоминаю вам, прежде чем мы переступим к основному докладу, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что на нашем вебинаре вы можете задать все интересующие вас вопросы, и для того, чтобы это сделать, вам необходимо, нажав на красную кнопку, как показано здесь белой стрелочкой, в появившемся окне «Questions» в разделе вы можете задать интересующий вас вопрос, и мои коллеги смогут вам помочь во время сессии, либо мы уделим какое-то время ответам в конце нашего вебинара. Также напоминаю, что вы можете уже сейчас скачать презентацию, которую мы сегодня будем показывать, и напоминаю о том, что вебинар наш будет записываться, и запись будет доступна через день после нашего вебинара. Так, я отключаю видео, чтобы полностью у вас был доступен WITICAN-виден. Итак, наш вебинар посвящен всем авторам, которые начинают либо продолжать свой публикационный путь. И на этом пути всегда бывает масса обстоятельств и препятствий, которые необходимо решить автору. То есть в нашем случае мы говорим о том, что у нас есть особенность написания научной статьи на иностранном языке, то есть на английском. Также есть необходимость сложного форматирования, например, то есть написания уравнений, математических или других научных символов. Также необходимо корректное оформление библиографической информации, ссылок на использованные источники, выбор подходящего журнала для публикации статьи, процесс подачи рукописи международной журнала. И, соответственно, в итоге мы ожидаем момент после подачи статьи, мы ожидаем момента, когда получаем ответ о решении о том, что наша статья принята к публикации. И говоря об издательстве, то Wiley помогает авторам сократить время предпубликационной подготовки и облегчить подачу рукописи. Для этого в издательстве разработали систему инструментов и сервисов специально для авторов, о которых мы сегодня с вами поговорим. Но до этого хотелось бы подчеркнуть информацию еще раз о самом издательстве, кто такое Wiley. John Wiley & Sons, также известная как Wiley, это международное издательство, которое специализируется на выпуске академических изданий. Издательство Wiley появилось в 1807 году, когда Charles Wiley открыл первый печатный магазин Manhattan. И на сегодняшний день насчитывается более 7000 сотрудников Wiley по всему миру, более чем в 22 странах. Wiley входит в 5 значимых, в пятерку значимых и ведущих академических издателей в мире. Wiley сотрудничает с различными мировыми сообществами, исследователями и профессионалами по всему миру. А также издатель гордится своим автором, который является лауреатами Нобелевской премии. Издатель предлагает различные решения для образовательного, научного, корпоративного сектора. Но мы сегодня будем говорить только об академическом контенте. Соответственно, у нас в портфолио онлайн-лайбрери Wiley входит это журналы, это архивные коллекции, протоколы, также это онлайн-книги, справочные издания, базы данных, в том числе и Кокринская библиотека, которая также у нас входит в национально-централизованную подписку. И, соответственно, если говорить про журнальное портфолио, то это портфолио охватывает различные предметные направления. На слайде представлена разбивка в процентном соотношении по предметам. И говоря о журналах Wiley, то стоит отметить, что более 90% от всего количества журналов индексируется в журнал Citation Report. И также 2 трети от тех журналов публикуются, относятся к первому и второму квартире. И также хотелось бы упомянуть, что все журналы издательства рецензируемые. В целом рукопись проходит как минимум два рецензирования, что говорит о качестве и надежности публикуемого контента в журналах издательства. Итак, мы плавно переходим к теме нашего вебинара. На сегодняшний день имеется большое количество решений для авторов, которые помогают им в написании научных трудов. И сегодня мы поговорим про некоторые из них, которые есть на данный момент, и также которые предлагают Wiley, либо те продукты, которые есть у издательства самого. Wiley создал специальный портал для авторов, который называется Auto Services, где собрана вся нужная полезная информация, охватывающая все аспекты публикационного пути. На слайде представлена ссылка на этот портал, которую в последующем вы можете использовать уже в дальнейшем при работе с ресурсом. Данный портал предлагает инструменты для автоматического подбора журнала для публикации вашей статьи, сервис по подготовке вашей рукописи к публикации в международном журнале. Также представлена информация о всех об открытых исследованиях, открытых и публикациях в открытом доступе, сервисе по продвижению статьи после публикации вашей статьи и многое другое. Соответственно, сейчас мы с вами сразу перейдем на платформу, посмотрим, как она у нас представлена. Соответственно, я лишние окошечки закрою, чтобы они вам не мешали. Итак, чтобы перейти на эту платформу Wiley Author Services, вам необходимо зайти на платформу online-library.wiley.com, которую вы чаще всего возможно используете для работы с журналами Wiley. Соответственно, вам необходимо в разделе Authors зайти в пункт Learn About Open Access, и, соответственно, переходя на данный пункт, вы можете перейти на вот эту как раз, на этот портал Wiley Author Services. Соответственно, мы сейчас поговорим с вами о тех, о некоторых доступных сервисах, о некоторых доступных инструментах, которые имеются на данном портале. Соответственно, в последующем вы можете многое открывать для себя, использовать этот портал для тех вопросов, которые вас интересуют. Соответственно, в разделе Journal Authors, нажимая на Find a Journal, вы можете сразу перейти на две опты, которые позволяют авторам, помогают в поиске необходимого журнала. Первый инструмент, который бы хотелось с вами сейчас протестировать, это Journal Wireless Journal Finder. Соответственно, мы сейчас переходим с вами на эту ссылку. Здесь у нас открывается страница, похожая на поисковую панель, когда мы работаем и ищем какой-то ресурс, какую-то статью. Соответственно, здесь в нашем случае мы можем прорабатывать похожие действия, но уже в разрезе поиска журнала. Соответственно, здесь мы можем находить, задавать поиск по журналам или фильтровать. Также мы можем просматривать журналы одновременно в одном окне для сравнения данных. И, например, нажимая на галочку в разделе Compare сравнить, вы можете посмотреть, вы здесь видите, у нас открывается в нижней панели, возможность проверить и сверить, также сравнить те журналы, которые вы отобрали для возможного своего интереса. Также вы можете выполнять поиск по необходимой подборке журналов, используя фильтр Subject Area, то есть предметное направление. Также вы можете использовать разрезе Topics, какие темы вас интересуют, открытый доступ и свободное форматирование статьи. Соответственно, мы сейчас с вами попробуем сначала рассмотреть один журнал и, соответственно, посмотреть, что он предлагает. Соответственно, возьмем первый попавшийся, Aba, так, Abacus. Здесь у нас, Abacus, здесь у нас предлагается информация следующая. Соответственно, мы можем просматривать дополнительную информацию о журнале. То есть здесь из полезного вы можете всегда просмотреть, как, то есть здесь будет представлена ссылка на подачу статьи прямая, то есть нажимая на нее, мы сейчас тоже перейдем, вы можете уже начинать вашу работу по заполнению, по подаче статьи в этот журнал, соответственно. Вам необходимо только заполнить информацию по логину и паролю и так далее, и, соответственно, дальше приступать к работе. Из ключевых особенностей, которые представлены также здесь, на этой странице при работе с подборкой, это возможность просмотреть руководство пользователя, руководство для авторов. Соответственно, эта информация предоставляет полную картину о том, как можно публиковаться в данном журнале, какие есть правила, какие есть особенности политику, которые необходимо обязательно понимать и знать до того, как вы подаете эту вашу рукопись, чтобы избежать какие-либо вопросы со стороны редактора, со стороны ретендентов и так далее. То есть эту информацию обязательно необходимо просматривать. Соответственно, и здесь также представлена информация о том, импакт-фактор журнала, сколько было просмотров, что при подборе, при выборе журнала очень важно оказывать особое внимание, то есть как в целом продвигается статья в данном журнале. И, соответственно, здесь представлена информация, сколько стоит APC, то есть оплата за публикацию в открытом доступе, и, соответственно, другая дополнительная информация. То есть она будет отличаться, но в целом вот эта информация, она будет характерна для всех журналов, которые представлены. Соответственно, мы сейчас просто возвращаемся на эту платформу, и мы можем с вами просто посмотреть тогда, то есть выбрать два журнала и просмотреть их в сравнении. То есть данный инструмент также позволяет с удобством определить, определить, подходит ли этот нам журнал, какие критерии мы будем отбирать, по каким критериям будем отбирать. И, соответственно, здесь все опции, которые я вам ранее показала, они здесь также представлены. Здесь необходимо просто нажав кнопку Learn More, и информация раскроется больше по каждому из журналов. Это мы сейчас с вами посмотрели первую опцию по подбору журнала, и следующий формат, то есть здесь у нас на сайте представлены другие инструменты, но мы сегодня рассмотрим с вами второй вариант по поиску журнала. Это если мы нажмем на найти журнал, как было представлено ранее, то есть я сейчас вернусь в Find Journals That Match You. Соответственно, переходя на данную ссылку, здесь есть возможность подобрать ваш журнал в автоматическом режиме на основании заголовка аннотации. То есть если у нас есть понимание, как звучит наш журнал, будет называться наша статья, и если мы имеем уже в наличии содержание аннотации, то здесь можно, соответственно, запустить в поиске подборку журнала. Соответственно, я сейчас закрою другие ссылочки, и для опыта мы с вами попробуем просто проверить любую попавшуюся нам первую статью. Соответственно, мы можем с вами взять, предположим, любую статью, которая представлена в разделе, например, «Медицина». Мы копируем наименование этого журнала, вставляем его в заголовок, и также копируем частично содержание, аннотацию этой статьи. И запускаем, соответственно, поиск по журналу. Соответственно, нам сейчас система предлагает варианты журналов, которые более или менее подходят под наши исследования. Соответственно, вы также можете здесь прочитать дополнительную информацию о журнале, вы сразу можете перейти на подачу журнала и так далее. То есть с использованием данного метода система будет вам предлагать дополнительные варианты по подбору журнала. Зачастую бывает, что система может предложить один журнал. Соответственно, это не значит, что данный журнал является для вас единственным вариантом. То есть есть масса других опций, то есть вы можете воспользоваться уже тем инструментом, который я вам изначально показала, либо проработав по поиску по ключевым словам, как было ранее показано на наших вебинарах. То есть вы можете выполнять поиск по ключевым словам и находить тот журнал, который лучше всего будет подходить для вашего исследования. Итак, значит, после того, как мы с вами отобрали журнал, предположим, мы можем на него сейчас тоже первым попавшимся переходим. И как было ранее сказано, что при подаче статьи очень важно соблюдать те правила, ту политику журнала, которая имеется по каждому, соответственно, изданию. В нашем случае мы сейчас с вами рассматриваем журнал «Патологии». Здесь у нас это домашняя страница этого журнала. И что здесь нам, как будущему автору, важно также изучить. Кроме того, что как автору важно изучить, что было опубликовано за последнее время, какие журналы или какие статьи были больше всего процитированы, это тоже важно держать в уме и всегда этим интересоваться. Но, как было ранее сказано, что для авторов самый важный раздел это перейти в разделе «Contribute» в раздел «Author Guidelines», то есть руководство для авторов, где представлена вся необходимая информация по написанию, какие есть варианты публикации, типы. Публикация — это может быть не только оригинальная статья, но также какие-то короткие отчеты, обзоры и так далее. То есть здесь есть масса вариаций, какие журналы, какие типы публикации будут публиковать данный журнал. Так, мы сейчас с вами тогда возвращаемся на нашу презентацию. Здесь на слайдах вся информация представлена о том, о том, что я вам сейчас показывала. И мы переходим уже к другим инструментам, которые доступны от Wally и от других провайдов. Итак, Wally предлагает не только свои инструменты, но советует воспользоваться другими доступными решениями, которые заработаны для автора. Соответственно, здесь хотелось бы обратить ваше внимание, что когда автор начинает публиковать, готовиться к написанию своей рукописи, здесь важно всегда сохранять момент, что необходимо обязательно писать рукопись с учетом поисковых систем. Для чего они существуют и почему важно их соблюдать, так как данные инструменты позволяют легче находить вашу статью. То есть когда вы готовите определенные ключевые слова, то есть они будут по-следующему находиться в Google, в Яндексе, когда будет выполняться поиск по каким-то ключевым словам. Поэтому очень важно подбирать ключевые слова по вашей рукописи. И здесь на слайде предлагаются инструменты, которым можно воспользоваться. Они свободны для использования и не требуют никакой оплаты. Также хотелось бы проговорить другие инструменты, такие как Authoria, OrdID, QDAS, GetFITR и другие. То есть мы чуть позже на нашем вебинаре проговорим частично про данные инструменты. Возможно, что про многие инструменты вы слышали, а может быть даже используете, но не лишним будет вспомнить и, соответственно, с вами поделиться полезной информацией. И также мы поговорим с вами о тех доступных руководствах для авторов, которые существуют на данный момент на платформе издательства WANI. Итак, возвращаясь к первой теме об использовании поисковых систем, то, говоря про ключевые слова, здесь важно подобрать по рекомендациям редакторов издательства WANI примерно 15-20 ключевых слов либо фраз, которые вы планируете использовать в вашей рукописи. Соответственно, вы можете проверить это через инструменты, как часто употребляете эти слова, в каких направлениях. То есть вот это все вы можете изучить, как широко известны ваши ключевые слова или фразы, которые вы будете использовать в вашей рукописи. И из таких маленьких советов, которые мы ранее на наших вебинарах говорили, что ключевые слова важно использовать не только в определенной части структуры вашей рукописи, но обязательно достаточно мудро распределять это между в названии, в аннотации, под заголовку, в полях для ключевых слов. То есть эта информация должна распространена по всей вашей рукописи. И следующее. Мы с вами плавно переходим к другим инструментам для авторов, которые доступны в открытом доступе. Про первое это автория мы немного сегодня подробно с вами обсудим. Этот инструмент помогает в совместной работе авторов над рукописью, обменом рукописью. Если говорить про QDIS, то здесь мы получаем большую возможность как автора увеличить видимость импакт-фактор статьи. То есть дается полезная информация, как это сделать, как можно на этой платформе разместить информацию о вашем исследовании, соответственно, увеличить видимость вашего исследования, что в последующем поможет вам в увеличении читаемости и значимости вашего исследования. GetFitR здесь у нас это ресурс, который помогает исследователям получить доступ к нужным опубликованным статьям. То есть если автор находит какую-то статью, но понимает, что эта статья, предположим, недоступна, то, возможно, эта платформа GetFitR имеет в наличии эту статью в полнотекстном доступе, и вы сможете свободно изучить эту статью и, соответственно, ее использовать в последующем для вашего исследования. И, соответственно, ОРТ-АйДи – это инструмент, который предоставляет уникальный идентификатор автора научных трудов. То есть вам, как автору, необходимо обязательно иметь этот ОРТ-АйДи, потому что многие журналы Вайли изначально требуют наличия данного ID, так как без него зачастую журнал не может брать вашу рукопись, потому что есть определенные требования по публикации в каком-либо определенном журнале. И следующее это у нас, про то, что мы с вами проговорим, это инструмент ОСОРИЯ. Соответственно, мы сейчас, я вам покажу, в каком разделе находится этот инструмент, чтобы вы могли в последующем работать и всегда возвращаться к той полезной информации, которая имеется на портале для авторов. Я сейчас возвращаюсь обратно на наш раздел, наш портал Вайли Офа Сервисес. И здесь мы сначала с вами смотрели, как подобрать журнал, а сейчас мы можем с вами в разделе Submission and Peer Review просмотреть все доступные возможности, которые имеются. То есть у нас здесь ресурсы расположены так, что показывает путь автора от начала до конца. Соответственно, в разделе Prepare, подготовка к вашей статье, здесь представлена вся информация, которая позволяет полностью ознакомиться, с чего мы начинаем наше исследование, что важно иметь при написании рукописи. И, соответственно, про наш ресурс ОСОРИЯ, он находится в разделе Prepare, Manuscript Preparation Guidelines. И перейдя на данную ссылку, вы сможете ознакомиться с этим ресурсом, инструментом, что она позволяет, помогает, что можно из нее извлечь и, соответственно, просмотреть небольшое видео, которое также позволяет ознакомиться с этим инструментом. Итак, мы с вами переходим дальше по нашему слайду. И несколько слов о данном инструменте. ОСОРИЯ — это бесплатный сервис для работы над рукописью, соответственно, позволяющий нескольким авторам одновременно работать над рукописью. Соответственно, возможна публикация припринтов в репозитории открытого доступа. Также есть возможность сервис подачи рукописей в международный журнал и многое другое. То есть вся эта информация представлена на портале этого ресурса, authoria.com. Здесь ссылка также представлена на слайде, вы можете ее воспользоваться после нашего вебинара. И говоря о технических возможностях ОСОРИЯ, то здесь важно подчеркнуть, что есть возможность одновременно работать над онлайн-версией рукописи несколькими авторами, как было сказано ранее. Также возможен обмен документами с авторами, рецензентами и комментаторами с возможностью настроить любой уровень доступа к рукописи. И также вы можете сохранять все версии документов с выделенными изменениями и возможностью вернуться к предыдущей версии в вашей рукописи. И также на данной платформе доступно более 18 тысяч шаблонов для создания рукописи. Здесь имеется возможность использования текстовых редакторов для исследователей, поддерживала текст и маркдаун. Также есть возможность поиска и импорта библиографической информации из CrossWave и PubMed. с использованием AdNode за терминделей бибтекс. Соответственно, вам облегчается работа по написанию списка литературы, вам нет необходимости проверять, так как уже все в шаблонном формате имеется на данном ресурсе. И также можете использовать поддержку редактора Jupyter Notebooks и визуализацию посредством JavaScript. То есть вся эта информация представлена на данном портале. И следующее, это хотелось бы также подчеркнуть, что здесь возможно, как было ранее сказано, то есть вы можете подавать рукопись прямо в журнал. Здесь с функцией сервисом UnderReview, которая позволяет присваивать и до, и, соответственно, перечень журналов, представленный на сайте, он постоянно пополняется. То есть когда вы будете заходить на платформу, зарегистрируетесь, то вам изначально будет представлен определенный перечень журналов, которые доступны для подачи на этом портале и, соответственно, публикации в последующем вашего исследования. И из ключевых особенностей, это, возможно, публикация припринта на сервере открытого доступа одновременно с подачей рукописи в журнал. И вся эта информация представлена на портале Ассория. И здесь также вот представлена ссылка, которую также можно воспользоваться. Здесь вот на слайде представлена информация, как выглядит раздел помощи. И здесь можно прям структурированно посмотреть, что имеется на данной платформе и, соответственно, дальше работать. Регистрация на данном портале бесплатна, и вы можете спокойно создать свою учетную запись. Там имеется несколько опций, как вы можете создать. Если у вас есть Org.id, то вы можете, соответственно, с помощью Org.id присоединиться к этому порталу, либо использовать Google ID, то есть ваш демейловский аккаунт, либо использовать Wiley аккаунт и так далее. То есть опций несколько. И следующий инструмент, который также хотелось бы с вами сегодня рассмотреть вкратце, это Research Exchange Rex. Research Exchange – это платформа Wiley для авторов, разработанная, чтобы сократить время, необходимое для отправки вашей рукописи и сделать процесс более простым и удобным для пользователей. Соответственно, после отправки рукописи автоматически экспортируется на сайт сервиса, где продолжаются процессы редакторской оценки и ретензирования рукописи. Этот сервис позволяет просто быстро подать вашу статью. Вы можете зайти на этот сервис, используя ваш Wiley Research ID как для портала Author Services, так и для платформы Wiley Online Library. Также хотелось бы еще раз показать, продемонстрировать это на сайте, как оно выглядит, опять же, на нашем портале Wiley Author Services. Если мы изначально с вами рассматривали в разделе Prepare, то сейчас мы с вами уже уходим в раздел Submission and Peer Review. Здесь у нас представлена вся информация уже на этапе, когда мы готовимся к подаче и к ретензированию. И наш ресурс, наш инструмент, о котором мы сейчас говорили, Research Exchange, он представлен в этом разделе. То есть здесь представлена краткая информация, как это работает, что это дает. И, соответственно, вся дополнительная информация уже в последующем можно, перейдя сюда, начать работать по данному инструменту, который помогает нам сразу подавать нашу рукопись, не теряя времени. И, соответственно, вам в последующем не будет необходимости каждый раз создавать учетную запись, либо создавать специально, каждый раз заходить на какой-то журнал и в этом журнале подавать заявку на подачу вашей рукописи публикации. И, опять же, в этом разделе Submission and Peer Review здесь представлена информация Org.id, краткая информация, видео, как, для чего это делается и как, возможно, получить вся полезная информация и дополнительные материалы, которые также доступны у нас на данном портале. Итак, суммируем все, что мы сегодня с вами обговорили. Это как для автора при подготовке и при вообще в целом написании вашей рукописи, как для автора, который только начинает свой путь, либо который продолжает. Мауэли предлагает специальный портал в Ауэли-Оттосервисе, где вы можете найти любую необходимую для вас информацию. Даже если это не про поиск журнал и у вас уже есть статья, которую вы опубликовали, но вы хотите знать, какие есть пути продвижения вашей статьи, то здесь, опять же, эта информация представлена, как здесь указана нам сейчас на сайте. То есть здесь вы можете просмотреть, какие есть опции, как вы можете это сделать и какими, возможно, инструментами. Соответственно, вы, если вы нажимаете на Find a Journal, здесь у вас раскрывается весь перечень, можно сказать, шагов при подготовке вашей рукописи от, соответственно, общей информации для авторов, так и более подробная информация про те доступные ресурсы, инструменты, которые есть на платформе. То есть вся эта возможность представлена на одном портале. Соответственно, мы вас приглашаем использовать этот портал при написании вашей рукописи и, соответственно, воспользоваться теми открытыми и проверенными источниками, ресурсами, которые представлены на данном портале. Итак, хотелось бы еще раз с вами проговорить, где вы можете эту информацию найти. Соответственно, мы можем зайти на нашу страницу online-library.value.com и в разделе Office мы переходим на тот портал, о котором мы сейчас с вами говорили. То есть вот он у нас есть, мы можем сразу приступить к работе. Либо также дополнительная информация для всех пользователей, для будущих авторов и исследователей, представлена в разделе Researches. И называется этот раздел Find Training and Resources. Соответственно, вы, перейдя на этот сайт, на этот линк, вы можете ознакомиться также с дополнительной информацией, не только как пользоваться ресурсом, но и много полезной информации для авторов, ознакомиться с буклетами, которые существуют, и в последующем свободно использовать и готовиться к большим достижениям и написаниям вашей покупки и подачи уже в международный журнал, в том числе в журнал Вайли. На этом основная часть наших вебинаров дошла к концу. Если у вас есть какие-либо вопросы по текущей теме, то, пожалуйста, обращайтесь, пишите их в разделе Questions, как было ранее показано вам, либо если они возникнут у вас после окончания сессии, то вы можете также связаться с нами. Здесь я на сайте, на слайде представила информацию, как это можно сделать. Здесь указана наша общая почта, также моя личная почта и личный телефон. Если есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь, и также вы можете напрямую связываться с командой Вайли. То есть у вас есть много опций, и воспользуйтесь той опцией, которая вас больше всего устраивает и более всего удобна. Да, спасибо, Екатерина, за презентацию. У нас был вопрос по поводу российских карт от Анастасии. Мы передадим Анастасии обязательно провайдеру ваш вопрос, и как только получим от него ответ, свяжемся с вами. Так, а у нас Али... Али, а ты здесь? Да, 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 здравствуйте. А мы можем сейчас... Да, а мы можем на этот вопрос сейчас ответить? То есть... Во-первых, спасибо большое, Катя, за презентацию. Пожалуйста, если будут какие-то вопросы, вы можете обратиться к Кате, к Вале или к нам сразу в Вайли, и мы будем очень рады вам ответить. По поводу оплаты, мы сейчас работаем с нашим финансовым департментом, ну, департментом, и, по-моему, завтра будет у нас ответ, поскольку мы должны обратиться к нашим банкам, посмотреть, если санкции есть или нет на российских карт, как персональный, как ресерчер, или там факультемемер в университете, и вам сразу ответим. Ну, это только завтра будет, Катя Войт, вопрос. Угу, угу. Да, да, спасибо, Алида. И также напоминаем, что у российских авторов есть возможность публиковаться в журналах закрытого, подписного формата, и если у вашей организации есть соглашение между издательством Вайли, вы также можете, как через систему, публиковать с аффилиацией вашей организации. Но, опять же, если вас интересует, имеется ли аффилиация вашей организации и соглашение между Вайли, вы можете также обратиться к нам, и мы сможем уже в своей системе проверить, команда Вайли сможет проверить, и вам сообщить, можете ли вы публиковать статью в открытом доступе с использованием аффилиации, и, соответственно, ваша организация могла бы спонсировать и закрывать этот финансовый вопрос для вас, как для автора. И еще хочу вам сказать, что мы в Вайли будем всегда поддерживать российские ученые, российские студенты, университеты, и дай бог, скоро это все закончится, все вернется как раньше, мы будем проводить и маркетинг-активити с нашими коллегами, с нашим партнером в России, и если у вас будут какие-то там, не только просто вопросы, какие-то идеи, чтобы мы работали над них, пожалуйста, сообщите, и все, будем рады услышать ваше мнение. Спасибо большое. Спасибо большое, Али. Будем надеяться, что совсем скоро будем проводить очень яркие, активные мероприятия совместно с Валей в России. Спасибо большое. Уважаемые участники, коллеги, если у вас нет вопросов, то мы, наверное, будем завершать нашу сессию. Большое спасибо за ваше время, за то, что присоединились к нашей сети. Если возникнут вопросы после, то, пожалуйста, обращайтесь к нам, мы с удовольствием, с радостью ответим на все ваши вопросы. Всем отличного дня, прекрасных выходных, будущих больших. Там кто-то что-то нам написал. Большое спасибо, Диана. Всего доброго и с наступающим всех праздников. Али, спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Еми, thank you so much. We are over. Всем до свидания. Bye-bye, everyone. Bye. Bye. Субтитры сделал DimaTorzok